Итак, ребята, начали мы с Debian. Почему с Debian? Объясняю. И сразу отвечаю на вопрос. Тот, кто работает с Linux, он может работать с любой системой, потому что ребята спрашивают. Я несколько лет пользуюсь Linux Mint, который основан на том же Debian. Обязательно ли мне Debian устанавливать? Нет, не обязательно. Но обязательно я рекомендую для тех, кто вообще не знаком с Linux. Почему? Потому что, ребят, мы с вами будем делать локально настраивать сервера. Когда вы локально понастраиваете сервера в графической оболочке, вам будет довольно просто это делать без графической оболочки в боевых серверах. Когда это будут боевые сервера. То есть это будет хороший опыт. А настройка системы Debian сама по себе, то есть она не отличается, серверная часть ничем не отличается от такой. Поэтому приобретете опыт. Но вместе с тем я говорю, что ребята, первую неделю я вам рекомендую, что сделать. Не спешите. Я буду показывать Гном. Debian Gnom, как поставить. Но там есть много окружения рабочего стола. Поставьте вы для первого раза все галочки. Попробуйте разное окружение стола. В любом случае, потом вы остановитесь на каком-то одном. Потому что окружение рабочего стола должно быть то, которое вам нравится. Мы сейчас вот как раз и закончили уроки полной установки Debian. Дальше мы пойдем настраивать среды разработки и потом пошли по программированию. Школа так и устроена. То есть подготовка и пошли по разделам. Чтобы человек пришел с нуля, вот я ничего не знаю, да. Сел, занялся и начиная с системы, потом привычки, потом пошли языки, потом фреймворки, разработка. То есть все это было вместе в одном месте, да. То есть мы поняли, да. Сайт spb-tut.ru. Спасибо за доверие. Продолжение следует.